На улице похолодало, но опять переместились в котельную. Здесь тепло. Сегодня собираем электровелосипед. Полная переделка на комплект, который купил наш клиент. Велосипед полностью разбирается. Нам предстоит поменять рулевую, потому что она в плохом состоянии перебрать переднюю втулку, заменить тормоза с обводных на дисковые. Ну и токарь должен сделать усилитель дропаутов для того, чтобы установить мотор-колесо. Собрали аккумулятор. Клиент купил холдеры. Готовые китайские. Лента никелевая, которая не ржавеет и пропускает высокие токи. Так вот пока выглядит зарядное гнездо. Зарядка работает, все зарядилось, все отлично. Вместо пайки, все крепления, все термоклеем. Отличная БМС, большая дата выпуска. Сентябрь или май, как тут читать правильно. 60 ампер будет пропускать, но на самом деле здесь будет меньше ток. Сейчас будем отключать. Потом уже собирать корпус. Велосипед собран в тестовом варианте. Колесо Пашин Ебайк. Полтора киловатта. Здесь реально полтора киловатта. Внутри все облачено. Мотор хороший, можно брать. Очень толстый обод, очень толстые спицы. Потом, правда, восьмерки править будет тяжело, потому что головки у спицы крутятся отвратительно. Резина Максис идет в комплекте. Камера очень маленькая. Резина с мягким бортом ненадежная для мощного электробайка, скажем так. Контроллер здоровый. Такой вот огромный. Сколько здесь мосфетов. Ничего не написано, но по внешнему виду он будет выдерживать полтора киловатта спокойно. Аккумулятор на сумочку поместился. Все это будет переделываться, потому что так это не будет работать. Пока, пока тестируем на стенде. На пятой скорости он нам показывает аж 73 километра. Опа. Электронный тормоз работает. Ручки прикольные, но у них очень большой ход. При том, что тормоз начинает схватывать, но при этом дальше ручка прожимается. В принципе, все готово. Будем дальше теперь все это как-то запихивать в корпус. Собираем корпус для аккумулятора. Используем очень толстый 2 миллиметра текстолит. Все пустоты запенили, чтобы вот в этом месте ничего не болталось. И по периметру термоклеем все пройдено. Из обычной канцелярской папки я вырезаю боковинки. То есть это будет выглядеть вот таким вот образом. А дальше снаружи будет аккумулятор утепляться и заматываться в какой-то мягкий материал, чтобы он внутри сумки не порвал края. Данная сумка оказалась не очень хорошим вариантом. Болтается, липучки отклеиваются, поэтому будем изготавливать корпус. Примерно вот такой формы он будет. Рама нестандартная. Нижняя часть треугольника вообще изгибается дугой. Так вот это примерно происходит. Несколько образцов и итоговый вариант. Тестируем. Полтора киловаттник в реальных условиях на маленькой скорости. Чтобы вы понимали, эта горка высотой метра три. Так, наверное, не видно. Так, давай. Вес велосипедиста 67 килограмм. Здесь, наверное, подъем вообще дофига. Просто дофига. Даже на камеру непонятно какой тут подъем. Но это на маленькой скорости. Попробуй с разгона. Горка длиной метров, наверное, 30-40. Подъем очень большой. Последние три метра вообще перепад сильный. Сейчас на скорость он попробует заехать. Мотор полтора киловатта. Заехал. Молодец.